Субтитры создавал DimaTorzok Нам придется изменить свою объежность До неузнаваемости Субтитры создавал DimaTorzok Побелело? Белое-белое прям стало Как белое? Точно белое? Ой, как снег Ну-ка, посмотри бы внимательнее Там есть хоть эффект? Конечно есть Точно? Ой, точно есть Ну что ж, пойдем мыться Всем привет! Дорогие друзья Спасибо, что вы с нами Спасибо, что смотрите Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Пишите комменты Ну что ж, мы покрасились Покрасились Покрасили нашу лодку гелькоутом Теперь наша задача Все отполировать Включая гелькоут И включая все те части, которые мы сняли Например, леерные стойки Вот эта вот якорная площадка Я уже в процессе Я уже ее вот так вот наполировала Вот Флоркой мою сначала просто ржавчину Размягчаю ее А потом беру шкурку и шкурю Я буду делать только видимую часть Зачем это делать, если здесь в принципе Герметик будет, да? Наполированный будет герметик Это 2000 шкурка Вот, показывай Что сейчас будет? А что? Вот ржавчина А ты так без крема делаешь, да? Сначала я снимаю грязь Давай Ну, в принципе, все Давай, показываю здесь Это что у нас получилось после 2000 шкурки У нас все почистилось Стало не блестящим Сейчас просто все это убираем Лишнюю воду И Наносим вот эту штуку Это Что за штука, кстати? Эта штука Специально для полировки Хрома И Железок Не стоит 45 И Си Так И Полировать я ее буду Тоже 2000 шкуркой Ток сухой Это Ну, в принципе грязно тряпками, заново, мокро. Сейчас подожди чуть-чуть. Сухольная. Что сделала? 2000 шкурка вместе с полиролью. Ну в принципе это еще не конечный результат. Можно сейчас еще будет взять новую 2000 шкурку и пополировать еще побольше. Блестеть конечно будет вообще идеально. Ну я считаю, что для этой части может быть на этом и остановиться. Что тебя еще ждет? Меня ждут леерные стойки, еще кормовые рейлинги. Кормовые рейлинги меня ждут. Тузик вот я сегодня починила. Вот эти рейлинги у нас носовые. Здесь как раз у нас будет на самом носу он крепится. Здесь будет эта якорная площадка. У нас не хватает на ней крепежей. Это надо будет еще приваривать. Но в общем мы над этим работаем. Так что вот так вот. Это я тоже прошлась 2000 шкурочкой уже. Мы тут немножко гель-колотом все залили. Это тоже будем сейчас все полировать. Так что вот. Занимаюсь сегодня полиролькой. Еще вот у нас железочки есть. Вот у нас железочки есть. Так что сегодня день у нас у меня. Сегодня будет очень длинный день. Я буду полировать все, что найду. Буду полировать корк стекло 1200 шкуркой. Поехали. Поехали. Может проверим? Вот такой у нас эффект от 1200. Оно у нас такое стало матовое-матовое. Сейчас гель-колотимся. Теперь берем 2000 шкурку и и делаем все то же самое. hết. Игорь. Поехали. Игорь. Он. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж... Начинаем... Ну все, готово! Вот мы отполировали наше горкостекло. Это шоркостекло, правильно? Вообще просто идеально. Зашкурили, отполировали верхнюю часть нашу. Все у нас теперь прозрачно и красиво. Может быть еще сделаем потом внутреннюю часть, но она у нас и так достаточно хорошая. Так что мы об этом подумаем. Вот. А так, пожалуйста, зашкурили, отполировали. Сначала все заматили, потом обратно вернули прозрачность. Очень даже интересное занятие. Вот так вот. Всю лодку нашу мы покрасили гель-ковутом. И у нас есть места, где нужно подкрасить, там что-то... В общем, сделать получше, там добавить гель-ковута. И сейчас я покажу вам вообще, как выглядит гель-ковут. Когда он застывает, вот здесь вот, я думаю, достаточно нормально будет видно. Он, когда просто красите кисточкой, там даже, в принципе, пульвером, он такой немножко матовый. Его нужно зачищать, потом полировать, потом наносить воск, еще раз полировать. Ну, вот так вот он выглядит. Почему лодки новые блестят, когда вы их покупаете, в общем, когда они сияют? Вот. Весь гель-ковут кладется на специальную матрицу. И как это выглядит? То есть там есть гладкая поверхность, специально подготовленная, и на нее наносится уже гель-ковут. Сейчас я вам покажу. Вот, на примере. Вот. Это обратная сторона, то есть на подготовленную гладкую поверхность. Гель-ковут выглядит вот так вот. То есть он уже блестит. Ничего здесь уже защищать не надо. Осталось только нанести воск и чуть-чуть заполировать. В общем, вот такой блестящий, как керамическая чашка. Вообще просто идеальное покрытие. И вот оборотная сторона, которую мы получаем, когда мы красим. Естественно, мы должны потом довести его до вот такого вот состояния, чем, в принципе, мы сейчас и занимаемся. Когда вы красите вашу лодку гель-ковутом, вот такого вот состояния просто с покраски добиться просто нереально. Поэтому все красят, получают вот такой вот результат и только потом доводят до такого состояния. Именно полировкой и зачисткой. Сначала зашкуривают, потом полируют. Вот такое получают. Изначально вот такое. Вот она, не блестящая поверхность. Причем она не блестящая, пористая поверхность. Видно, может быть даже эти порочки. А вот она с этой стороны. Ни одной поры блестит, сияет саншайн. Вот так ничего не блестит, ничего не сияет. Абсолютно неровная поверхность. И еще он вот такой хрупкий. Этот гель-коут. Мы будем делать из нашей лодки вот такую поверхность. Наша лодочка будет блестеть вот так вот. Как здесь красить. Если вы занимаетесь себе профессионалом, то это стоит только покраска, только за работу. Это будет стоить 5000 американских долларов. Что для этого нужно? Вам для этого нужно купить гель-коут, компрессор купить или взять на прокат. Ну и что еще? И все. И сам мастер, который вам все это будет делать. Причем желательно, это должно быть человек 5, который будет все это делать. Тот, который месит, который подает, который красит, который разводит. И который постоянно на побегушках бегает, если вдруг что-то не хватает. Другой, значит... Вот, сейчас я покажу вам компрессор, которым желательно красить. Если вы решили купить свой собственный компрессор, какой-нибудь маленький, бытовой, то он абсолютно не подойдет. Ах, да, еще нужен пистолет для того, чтобы покрасить. Причем не просто пистолет для обычной краски, а нужен пистолет для гель-коута. Он там имеет свои особенности. Вот компрессор. Стоит он 75... Ну, это, кстати, это весь же компрессор, да, Сверху? Ну, да. Вот этот компрессор стоит 75,7. Можете взять на сутки и покрасить лодку свою. Ну, это очень дешево по местному. Вот так отражается. Это, кстати, если видно будет. Вот эта вот заводская покраска, которая была, которую не трогали эти мастера. А то, что они делали, вот здесь. Вот. Ну, вот так вот выглядит гель-коут после того, как его сделали. Он должен был блестеть, но, к сожалению, не блестит, как мы видим. Его сейчас зашкуривают 180-й шкуркой. После этого ее будут вышкуривать еще 320-й, потом 1000-й, 2000-й. Только потом будут ее полировать, наносить воск. И только потом уже будет это сияние гель-коута, которое мы обычно наблюдаем на яхтах. Так что такая вот ситуация с профессиональной покраской за 5000 долларов. Вообще, производители гель-коута обещают, что вы наносите гель-коут, вы красите пистолетом, вы берете гель-коут с воском, и уже после самой покраски у вас все уже сияет. Здесь, в Марине, пока мы стоим полгода, еще ни разу не было такого, чтобы кто-то взял, покрасил, и у них встал гель-коут, и у них было это сияние. Никогда такого не было. Все красят, все потом зашкуривают, все потом снимают этот воск, и все потом мы его полируем. Видно? Моем нашу лодку, гель-коут, после наших работ, все тут грязное, во всяких красителях, смолах и прочее. Взяли керхер, нанесли вот такую вот штуку, 88-я формула, и вот такой вот у нас результат. Можно, кстати, посмотреть, так чуть-чуть она отбеливает, но мы, наверное, будем брать еще какую-то другую химию. Вот этот вот кусочек вот я почистила. Ну-ка, погожи. Вот отсюда. Давай. Видно? А, деревашки будем показывать? Как почистить тик? В магазине продается трехступенчатая химия. Первая, каждая баночка стоит примерно по 100-150С. Литровые банки. Первый шаг – это очистка. Второй шаг – это шлифовка социальным абразивным средством. И третий шаг – это профитка масла. Мы решили стоить и сэкономить на такой вот штуке обычным теркером. Все очень замечательно вычищается. Чем мы, в принципе, занимаемся. Вот такой тик у нас изначально был. Мы моем сейчас вот этот рундук. Вот так вот он. Сейчас абсолютно сухой. Мы наносим на него это средство. Аккуратненько. Вот, нанесли. Даем чуть-чуть постоять, но только, чтобы оно, естественно, не высохло. Просто наносим, ничего не моем. И ждем примерно минуты три, не больше. И руки надо будет перебивать. В общем, руки очень разъедают от средства, поэтому руки мойте. Или в перчатках работайте. И начинаем. Первый этап по уходу за тиком это очистка. Вот так вот, смотрите. Просто идеально очищенный тик. Просто идеально. Все. А вон там я уже почистила. Крутяк. Все, я чищу дальше. Давай. Мы нашли способ, как установить. Я уже это делаю. Я сейчас вам покажу. Вот так вот. Это была точно такая же серого цвета у меня дощечка. Я ее полирую обычной 80-й шкуркой. Вот так вот. Какой у меня результат. Вот она серая. Вот у нас абсолютно две одинаковые досточки, которые у нас сверху лежат. Эту я уже обработала. Эту еще нет. Масло специально для тика стоит 16 си. Покупали мы его не в профессиональном магазине, в обычном хозяйственном, для уличной мебели. И наносим просто после того, как мы обработали наш тик, наносим масло. И оно у нас прописывается маслом. По инструкции написано, что нужно наносить где-то 3-4 раза. Причем надо дать, естественно, пропитаться. И наносить это с перерывом в 24 часа. Ну, то есть нанесли, оставили, не под дождем, где-нибудь на улице, потому что оно воняет шутко. Полирую окна. Сначала 1200 снимаю брызги от гель-коута, мелкие трещинки, мелкие царапинки вернее. А сейчас вот уже 2000. Руками даже лучше, чем машинкой получается. Но финальную обработку 2000 все равно делаю машинкой. А потом уже вот этим, с пастой. И все, и вот блестит прозрачное. Можно, кстати, показать. Самое дальнее окно вообще еще не трогала. Второе прошло 2000, оно такое мутненькое. А третье уже прозрачное. Покажи вот первое окно, которое вообще без обработки. Ну, второе, которое я уже 2000 шкуркой прошла. И третье, которое уже полирольное, да, ну, прозрачное. Красиво. Красиво? Получилось? Сейчас буду машинкой и вот это стекло, второе. И потом полиролькой. Так что можно посмотреть сейчас, какой результат будет от машин. Хорошо? Нормально. Так, конечно, не идеально, там видно. Идеально. Нормально. Это у нас 320-я зоня. Нормально. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Купили 7 катамаранов И все 7 сегодня увозят Прикатили баржу Вот такой вот кран Американец у нас приехал И все грузят на баржу И увозят все 7 штук на Сен-Мартен На Сен-Мартен вроде бы Нас передвинули У нас теперь новое место Мы будем стоять на такой вот тачке Целый день Ждать когда закончат погруз катамаранов И тогда нас вернут обратно Пока вот висящий катамаран Новая модель Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 И вернется опять сюда Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Ух ты... Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok